Всем добрый день. Меня слышно, видно? Ниже один плюсик, как минимум. Если меня хорошо слышно, видно, тогда можем сразу начинать. Предупреждаю, что тема анестезии и отдельно сама по себе еще анализии – это довольно две обширные отдельно взятые темы, и достаточно сложно рассказать обо всех нюансах в пределах полутора часов. Это в идеале делать отдельный курс по анестезии. Но, тем не менее, я постарался максимально вложить сюда информацию и для врачей, которые никогда не работали с птицами или только начинают с ними работать, и для тех, кто с ними уже работает, чтобы это было полезно и для тех, и для других. И, соответственно, если какие-то вопросы у вас появятся, вы можете задавать их в течение вебинара, но, скорее всего, я отвечу на них в конце. Но, может быть, попутно параллельно тоже. Что ж, let's start. Чем же отличаются птицы от млекопитающих? Прежде всего, анатомия абсолютно другая, и в связи с этим есть некоторые особенности анестезии. У них высокая скорость метаболизма. Это тоже играет нам не всегда на руку, потому что птицы, например, очень быстро остывают и очень быстро реагируют на критические состояния. То есть у нас, например, очень мало времени, может быть, когда они уходят в окно. И большинство из тех птиц, которые приходят к нам на анестезию, это обычно не стабильные пациенты, как там, например, на плановую операцию, как кастрация или стерилизация у кошек-собак. Это, как правило, птицы, у которых уже есть какие-то хронические проблемы, которые длятся годами. Либо птицы в каком-то остром состоянии, с травмами, либо с гранулевыми в воздухоносных путях, непроходимостью и чем-то еще. То бишь птицы, которых уже есть, риски уже выше. За счет того, что у птиц нет остаточной емкости в легких, это такой объем, который доступен в конце выдоха, у них быстрее происходит развитие сердечно-легочной недостаточной на фоне апноэ. И как раз-таки за счет того, что у птиц в большинстве своем... Ну, все то, что вся эта пустота, которая есть, она внутри воздухоносные мешки, куча дивертикулов, воздухоносных мешков, трахея у некоторых видов очень длинные, еще закручиваются внутри грудины, как, например, журавлей, либо водоплавающих некоторых. Это все создает огромное мертвое пространство. И за счет этого очень критически важно, чтобы вот этот вот воздух, даже несмотря на то, что он там есть, да, в полости, казалось бы, все должно быть хорошо, он должен двигаться, чтобы птица дышала. Потому что всего лишь вот от 90% вот этого мертвого пространства внутри лишь 10% участвуют в газообмене в любой момент времени. И поскольку вдох и выдох, в отличие от млекопитающих, опять-таки, у млекопитающих выдох происходит пассивно, то есть просто за счет того, что расслабляются мышцы птицам, надо напрячься для этого, да. Это все требует активности мышечной. Все то, что угнетает эту самую мышечную активность, это всегда при анестезии происходит, ухудшает, собственно, вентиляцию легких. Какие еще есть особенности? У птиц цельные кольца трахея, и за счет этого их нельзя расширить. Поэтому мы обычно не используем трубки с манжетами, потому что если мы будем использовать трубки с манжетами, либо пытаться запропихнуть в птицу какую-то крупную трубку в очень маленькую трахею, и при этом, например, шерудить ей во время операции, шевелить, весь высокий риск того, что пойдет микрос при стеночной какой-то области трахеи, потому что будет компрессия создана в этом участке, и в дальнейшем может развиться непроходимость этого участка, потому что у птиц есть еще синдром определенный, то есть он может с зарастанием мембраны в этого участка, либо просто некротизация может произойти, либо разрастание мембраны, и проход трахеи сузится. Опять-таки нерастяжимые легкие, то бишь легкие у нас всегда неподвижные, они плотно прикреплены к позвоночнику и ребрам, дыхание за счет того, что происходит, как в мехах, то бишь надуваются, сдуваются именно воздухоносные, гоняют туда-сюда воздух, именно воздухоносные мешки. И очень важно осторожно относиться к птицам, которые приходят с асцитом. Перед анестезией, как правило, мы либо откладываем операцию, если она требуется, и лечим птиц консервативно, ну то бишь там включая диуретики и устранение причины там асцита, либо делаем целеоцентез, но с целеоцентезом тоже очень аккуратно, потому что можно проколоть воздухоносный мешок, когда вы делаете целеоцентез, и тогда все то, что скопилось, весь этот эксудат либо транссудат, он может пойти в воздухоносную систему, и птица просто задохнется, ну то бишь она утонет, и по этой же причине, например, во время полостных операций мы не можем ничем промывать полость тела, потому что все то, что попадет в воздухоносную систему, оно затопит легкие. Предоперационная подготовка. Собственно, у нас осмотр проходит к стандарту, мы в идеале полностью птицу обследуем до плановой какой-то операции, то есть это стандартный осмотр, рентген, анализы, какие необходимые. Особенно обращаем внимание, если есть какие-то проблемы с отдыханием, если опускаются крылья, если есть признаки какие-либо сердечно-легочной недостаточности, либо есть отдышка. Это очень важно учитывать, либо отложить анестезию и стабилизировать птицу до, либо если это как-то непосредственно связано с тем, почему нам сейчас нужно эту птицу анестезией тащить, ну то бишь, например, там у нее есть непроходимость, либо гранулема где-то встала, либо есть инородка, хотя это не самая частая ситуация, тогда понятное дело, что мы это учитываем и, например, можем использовать доступ не только, интубировать не только трахею, но и грудной воздухоносный мешок. Об этом будет далее. Пальпировать зоб, если он полный, то его можно порожнить через зонд. В целом, как правило, с зобом проблем не возникает, если это не птенцы, либо если это не птицы с инглювитами, у которых есть таз. То бишь, как правило, птицы редко, у них редко бывает рвота во время анестезии. Исключение разве что попугая, но эта проблема решается просто голоданием и подготовкой к анестезии. Из минимальных анализов – это гематокрит, либо общий анализ в идеале, чтобы посмотреть, что у нас происходит, есть ли какие-то проблемы с коагуляцией, в том числе, когда вы будете брать кровь, будут ли какие-то проблемы с давлением, собственно, общий белок и глюкоза тоже нужны. Это вот такой самый минимум в идеале, естественно. Если манипуляции предполагается, что будут болезненными, то есть это, например, ортопедические операции, либо операции в полости, то за 20 или 60 минут до начала операции следует дать анальгетике птице заранее. В том числе их можно использовать в дальнейшем интероперационно и перед выходом из наркоза. Обязательно внутривенная катетеризация, даже если это короткая какая-то процедура, желательно поставить катетер, потому что иногда даже, казалось бы, самые стабильные пациенты могут выдать осложнение. Ну, то есть вам уронить давление уже в начале наркоза, да, и тогда внутривенный доступ вам, ох, как пригодится. И вообще взять за правило себе, что катетеризировать нужно всех, с кем вы будете работать под анестезией дольше 20 минут. Преоксигнация. Она обычно необходима, когда у нас есть такие ситуации, когда может возникнуть гипоксимия. Ну и вообще по-хорошему ее всегда нужно давать, когда есть время, есть такая возможность для подготовки птицы к наркозу. Почему? Потому что если у нас есть обструкция какая-то опять-таки дыхательных путей, заболевания сердца, легких или воздухоносных мешков, у таких птиц, как правило, и так и так сатурация снижена. Если мы дадим им заранее кислород, он заменит весь азот в дыхательной системе, и запас кислорода чистого увеличится в 4-5 раз за счет того, что он у нас останется в воздухоносных мешках. Это опять-таки предупреждает развитие определенных проблем. Как правило, нужна высокая концентрация кислорода, хотя бы 1-2 минуты для птиц, в которых нет никаких проблем, и для больных птиц подольше 5 или больше, 5-10 минут. Можно просто это делать в контейнере, либо в кислородном боксе, либо через маску. Но опять-таки через маску тут есть такая особенность, что, во-первых, нужно ставить поток максимально низкий по скорости, то бишь стараться хотя бы 300 мл на килограмм брать. Высокая скорость потока, из-за высокой скорости потока газы, как правило, смешиваются на выходе из системы. И даже если у вас трубка находится либо маска впритык к лицу, весь этот 100% кислород по итогу на выходе до птицы не доходит. Соответственно, это либо герметичная маска должна быть, чтобы у нас типа мини-кислородная камера получилась для лица, либо низкая скорость потока и максимально близко к ноздрям, прям, ну, не более 4-5 мм расстояния. Иначе весь этот кислород, он просто будет уходить в комнату.